Новые полы, стены, потолки, сантехника и мебель. Так своих маленьких воспитанников встретят как минимум два рязанских детских садов в новом учебном году. Дошкольным учреждениям в ремонте помогла рязанская нефтеперерабатывающая компания, выделив средства. Все строительные материалы безопасны для здоровья и соответствуют стандартам образовательных учреждений. В туалетных комнатах выровнены стены, положена плитка, заменен потолок на металлический подвесной армстронг, заменено половое покрытие, это тоже керамогранит. Вся заменена сантехника, новые раковины, умывальники, у нас ногомойка, унитазы. В 75-м детском саду, который, как и 88-й, расположен в густонаселенном микрорайоне Рязани, в роще, ремонт находится на завершающем этапе. Мы сами подбираем краску, мы сами выбираем кровать и шкафчики, и наши подрядчики всегда с нами советуются. Вот сегодня буквально ездили в магазин и выбирали линолеум. В связи с тем, что дети сейчас не посещают дошкольные учреждения, ремонт в обоих садиках проходит в кратчайшие сроки. Заведующие дошкольных учреждений признались, что очень благодарны за оказанную им помощь. Это очень важно для нас, потому что наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья и очень много детей из малообеспеченных семей. Своими силами мы бы не обошлись, это точно. Поэтому мы благодарим, что нам помогли подготовиться к новому учебному году и выделили нам вот эти необходимые средства. Эти детские сады давно и взаимовыгодно сотрудничают с Рязанской нефтеперерабатывающей компанией. В этом году помощь от нефтяников также получили медучреждения Рязани, Окский заповедник, драмтеатр и поселок Турлатово.